В Химках прошла торжественная церемония вступления в должность главы городского округа. Дмитрий Волошин принес присягу на Конституции Российской Федерации и Уставе города в присутствии химкинских депутатов, руководителей управления и администрации и видных деятелей города. Обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей городского округа химки. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский вручил Дмитрию Волошину символ главы городского округа химки и зачитал поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ваше повторное избрание показывает, что за время руководства округом вы проявили себя как настоящий профессионал и ответственный руководитель. За пять лет вы реализовали серьезные проекты, направленные на решение проблем здравоохранения, образования, транспорта, благоустройства. В своем письменном обращении губернатор отметил, что перед главой стоят новые задачи по комплексному развитию одной из крупных и значимых территорий области. Дмитрий Волошин обратился к своей команде, с которой предстоит решать новые задачи по преображению округа. Вместе, именно вместе, одной командой мы продолжим решать проблемы города и исполнять наказы нашего населения. Продолжим, дорогие друзья, держать высокий темп. Под руководством Дмитрия Волошина за пять лет в химках были реализованы масштабные проекты, связанные с социальной сферой, благоустройством, здравоохранением, образованием, транспортной инфраструктурой. Округ занимает лидирующие позиции в рейтинге муниципалитетов Подмосковья по социально-экономическому развитию, а в 2020 году химки заняли первое место. Дмитрий Владимирович, есть опыт реализации крупных инфраструктурных проектов в муниципалитете, и команда администрации под его руководством, я уверен, в ближайшее время добьется значительных перемен для химчан. Выборы главы химок прошли 24 ноября. Совет депутатов муниципалитета единогласно поддержал кандидатуру Дмитрия Волошина на новый пятилетний срок.